В Алатарском и Порецком районах продолжают устранять последствия африканской чумы свиней. В обоих муниципалитетах сейчас действует режим чрезвычайной ситуации. Ликвидация болезни на контроле у правительства республики. Накануне в мобильном штабе на карантинном посту глава Чувашии провел совещание с руководителями экстренных служб и главами районов. Подробности у Дмитрия Ковалева. На карантинных постах тотальный контроль. Каждую машину досматривают полицейские, после колеса обрабатывают специальным раствором. В попытке пересечь КПП с Котромбандой уже были. Специалисты изъяли порядка 700 килограммов мяса. Сдать свинину добровольно жители Порецкого района были обязаны еще на прошлой неделе. Те, кто сделать это, отказался. Компенсацию не получат. У нас на Польном это был срок до 26 августа. А в Сурском Майдане и в 5 поселениях там тоже срок установлен до 31 августа. Часть населения еще осознает. Они сдают свою продукцию, которую спрятали. Если какая-то информация поступает, так же комиссионно туда мы выезжаем, проверяем. В обоих муниципалитетах уничтожено порядка 3000 свиней. Сейчас специалисты изымают животных и мясо у жителей Алатарского района. В опасную зону здесь попало больше 10 населенных пунктов. Глава администрации отмечает, что пока проблем не возникает. Сегодня идет подбор. Все, значит, свинопоголовья, которые были умерщены, вывезены в Сурский Майдан. Там было подготовлено две траншеи. Одна траншея была подготовлена чисто для свинопоголовья очага. И другая мы свозили, не касаясь очага, в другую траншею. Выплата компенсации уже началась. За килограмм живого веса людям возместят по 102 рубля. Стоимость одного килограмма мяса превышает 140 рублей. На проведение организационных мероприятий по обеспечению безопасности территорий Алатарского, Борецкого районов направлено 5 миллионов 164 тысячи рублей. На возмещение ущерба связи с учреждением животных 18 миллионов 239 тысяч рублей. Это по представленным первичным документам. Но у большинства личных подсобных хозяйств накопились запасы овощей, предназначенных для корма животных. Жителям помогут приобрести по доступным ценам другой вид скота. Все хозяйства могут подать заявку на приобретение того или иного вида скота. Мы обеспечим, если кто-то хочет овец приобрести, и овец привезем, и телят привезем. По доступным нормальным ценам завоз мы обеспечим. Карантин может продлиться еще месяц. За это время в селах, где были обнаружены очаги вируса, будет проведена дезинфекция. Но завести свиней жители пострадавших муниципалитетов смогут только через год. Медриковалев и Расиль Мухаммедов. Республика.